Сегодня в набережных Челнах остаются три проблемных объекта группы компании Фон. Это дома 6503, 6506 и 6510. Стройка на них уже давно не ведется. Пострадавшие дольщики уверены, что и в этом году строительство не возобновится. В исполкоме города ставили срок – второй квартал 2017-го. Но начался уже третий квартал, а строителей не видно. Пострадавшими в этом комплексе числятся 318 физических и юридических лиц. Все они заключили договор с застройщиком компании Фон в 2011 и в 2012 годах. Напомню, сейчас компания-застройщик находится в стадии банкротства, а ее владелец Анатолий Левада арестован. Как нам сказали в исполкоме, определены застройщики, есть инвесторы, есть земли. В принципе, все есть, но где-то что-то тормозит. То ли на местах, где-то, может быть, есть какие-то нюансы, которые мы их не знаем. Согласно указу президента Татарстана, застройщики могут получить земельные участки в обмен на достройку домов обманутых дольщиков. Застройщик также может получить землю без аукциона, если отдаст в своем доме 10% квартир обманутым дольщикам. Как сообщили в мэрии Челнов, сейчас как раз решаются вопросы с выбором застройщика и инвесторов. Сегодня идет экономический анализ того состояния, в котором сегодня находится вот это самому завершение строительства дома. По словам начальника отдела госконтроля и надзора в области долевого строительства, для того, чтобы полностью достроить дома, необходимо найти еще 800 миллионов рублей. Ну вот я видел на крыше, там вот, допустим, дети гуляли. Дети лазят по стройке. Пока исполком рассматривает варианты достраивания замороженных объектов, дольщики в ожидании своих квадратных метров живут, где придется, у родственников, малосемейках, на съемных квартирах. И вот уже шестой год продолжают платить ипотеку за дома, которые, остается надеяться, когда-нибудь достроят. Ландыш Мустафина, Алексей Иванов, Новости Татарстана.